Вы помните ли войну? В общем, выглядите вы так юно, что ли? Я войну помню. Конечно, я была маленькая, но я уже тогда была артисткой Погорелова театра. Почему Погорелова, я сейчас объясню. Мы были эвакуированы с дет-интернатом, который увезла моя мама по заданию. Мы были когда-то при военном госпитале, детским садом, мама была заведующей. Мы эвакуированы были в деревню, но большая Погорелка. И там, естественно, наши взрослые нас быстро организовали. Кроме всяких там старшенькие учились. Мы просто, так сказать, чем-то помогали, чем могли. Мы еще участвовали в концертах. Мы пели, танцевали, как могли, в госпиталях. Провожали эшелоны на фронт, нас подвозили к вокзалам. Конечно, мы в сельсовете еще устраивали концерты платные. Конечно, за очень маленькие деньги. Но это мы делали для того, чтобы собрать деньги в фонд обороны, сдать. И мы набрали тысячи рублей. И вот в 1944 году летом я приходила в госпиталях с песней «Очень взрослой. Я на подвиг тебя провожала». Я не знала, чья это песня, но я ее пела. Потом танцевала под свой же аккомпанемент. Самовара, самопалы, гопак у меня шел. И мы сначала выступали такой большой компанией, в большой палате, куда могли прийти ходячие раненые. А потом мы расходились по одному, по два человека по палатам, где лежали тяжело раненые. И вот в одной из палат, я помню, летом меня подозвал кто-то из раненых. Но так там было все белое, я не знала, куда идти. Говорит, вон туда тебя зовут. Я подошла, там лежал раненый, весь перебинтованный, молодой офицер. Он говорит, ты можешь быстро запомнить песню? Я говорю, могу. Он говорит, ну вот мы тебе сейчас вместе все потихоньку напишем текст, а ты пока учи. Вот видишь, нас здесь сколько лежит? Я говорю, вижу. Вот всех нас вынесли сестренки наши, медсестренки. И вот есть такая песня о медсестре. Я говорю, я не знаю, кто ее написал, но ты запомни и пой теперь ее в госпиталях. Я ее выучила, и до сих пор я ее помню. И сейчас я вам спою. Помню дым походного привала, Сон бойцов у яркого костра. Руку мне тогда забинтовала, С нами рядом шедшая сестра. Теплотой и лаской окружила, Подняла ресницы ясных глаз. Мне о доме что-то говорила, Чтобы боль немного улеглась. Стало сердцу радостно не скрой, Этой темной ночью огня. Оказалось мне на сеструю, Как сестер, ведь нету у меня. Не забыть мне тихий и короткий, После боя найдены крива. Девушку в шинели и пилотке, Ту, что я сестрою называл. Я долго искала авторов этой песни, И благодаря музыковеду Тищенко Александру Андреевичу, Я нашла авторов. Это оказались композитор Никита Владимирович Богословский И поэт Долматовский. Ну, песня песни, а как же Заяц? Поёте вы здорово. Да. С Заяц у меня началась давнишняя история. И ещё в этой большой погорелке, Где мы жили, Я по-настоящему удирала от настоящего волка И удрала вовремя. И, кстати, для многих серий, ну погоди. Пригласили меня на мультфильм после ГИКа. Ну, не работать, а делать мультфильмы. Записывать, озвучивать. Я там начала с эпизода зайчика. Маленького зайчика, который за пеньком чихал. И больше ничего ему не положено было делать. Потом у меня пошли роли Чебурашка, Паровозик из ромашки, Мышонок. В общем, очень много мультфильмов. Сейчас записано и пошла уже на экраны Восьмая серия, ну погоди. Если в пятой серии Заяц по телевидению пел один, То в восьмой серии мы поём вдвоём с волком.